Согласно статистике, с 2007 по 2019 годы в Рязанской области совершено свыше полутора тысяч убийств и фактов причинения тяжких телесных повреждений, которые повлекли смерть потерпевших. Благодаря возрастающему уровню премиалистической оснащенности следственных органов, эффективному взаимодействию силового блока удалось раскрыть все резонансные преступления, совершенные в прошлом году. Это изомаскерованные убийства супругов, королевок, сопряженный с тщением профильной деятельности суммы в городе Сасово. Это убийство из корреста повреждения ветерана Великой Отечественной войны и его супруги в городе Рязани. И заказное убийство известного предпринимателя в Спасском районе и многие-многие другие. На подведении итогов отметили, что Следственный комитет принимает активное участие в реализации мер, направленных на защиту прав и интересов детей-сирот и детей, оставленных без попечения родителей. В прошлом году 8 из них направили учиться в кадетские классы и Академии Следственного комитета. Большая работа ведется по возмещению ущерба государству. Так, за прошлый год был возмещен ущерб в размере 26 миллионов рублей. Сегодня в рамках нацпроектов поставлена цель существенно повысить уровень и качество жизни людей. Уверен, что в сотрудничестве со Следственным управлением мы сможем оперативно реагировать на любые нарушения и выполнить все задачи, которые поставил перед нами президент Российской Федерации. На подведении итогов было отмечено, что по-прежнему в нашем регионе актуальна проблема невыплаты заработной платы. В производстве следователей находилось 19 таких уголовных дел. 14 работодателей, которые длительно не выплачивали зарплату, оказались на скамье подсудимых. Следственный комитет продолжает работу по различным направлениям, в том числе профилактическим. В рамках мероприятия были награждены лучшие работники следственного управления. Профессия следователя, наверное, одна из немногих, когда есть возможность помочь людям, помочь обществу и поучаствовать в процессе отправления правосудия, коснуться тех дел и тех, которые для многих известны только с экрана телевизора или по книгам и выполнить свой долг перед Отечеством вот в такой форме. На мероприятие были вручены благодарственные письма родителям лучших следователей. Медалью Следственного комитета Российской Федерации за содействие были награждены граждане, оказавшие активное содействие следственным органам в предотвращении и расследовании преступлений. Так Владимир Ивкин пришел на помощь женщине, на которую напал бывший муж в Шиловском районе. Тогда вооруженный тремя ножами мужчина попытался нанести женщине удар в шею, но потерпевший оказал активное сопротивление. На помощь 30-летней женщине пришла ее мать, который злоумышленник также пытался нанести удар ножом в живот. После того, как потерпевшая смогла выбить из рук нападавшего нож, он схватил ее за шею и стал душить. Я сидел на улице, смотрю крик «Спасите!» там через дорогу от меня. Пошел, он ее душит. «Я давай стаскивать». И она, как говорится, уже отключилась, разговаривать уже не разговаривала. Потом уж на второй день я пошел, она говорит «Откуда тебе Бог вынес? Что ты вот так пришел?» В завершение мероприятия молодые следователи приняли присягу. Олеся Котровская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».